Ребятки, хеллоу, как говорится, приветствую вас в городе Мельбурн, нет, не Австралия, штат Флорида, Флорида, Соединенные Штаты Америки. Мы находимся в гостях у классных ребят, компания Movable Roots. Значит, эти ребятки делают микродома. Хотели сделать отдельный обзор про микродом, но, во-первых, мы один такой снимали в России, вот, пожалуйста. А во-вторых, мы сделали обзор целой деревни микродомов здесь, в США, и там стояли три дома от Movable Roots. Короче говоря, тему решили немножко закрыть, да? Но мы неожиданно узнали, что ребята из Movable Roots взяли и переделали в дом на колесах школьный автобус. Американский школьный автобус для двоих пенсионеров, которые два месяца назад вышли на пенсию. В общем, вот он там стоит в гараже. Давайте вам покажем его. Посмотрите, школьный автобус, дом на колесах. Они специально приехали для нас сюда. Скоро уезжают, у нас 30 минут. Сейчас для вас сделаем быстрый, но такой приятный. Нам прям уже не терпится зайти внутрь. Обзор, так что, да, поехали. Пару важных слов о компании Movable Roots. Вдруг, так сказать, ребятки, вы живете в Америке или собираетесь переехать в Америку и захотите себе купить мини-дом. Так вот, Movable Roots, вот эта компания, да, ребят, которые строят сейчас эти мини-дома, занимаются строительством уже более 20 лет. Опыт у них огромный. Так что имейте в виду, у них тут полноценное производство, строят микродома. Ссылка внизу, укажем. Спасибо им большое, что разрешили заехать к ним в гости. Вернемся к автобусу. Так вот, дом на колесах на базе школьного автобуса. Для российского зрителя тема такая, немножко далекая, непонятная. Но в Америке школьные автобусы это целый пласт. Ностальгия, воспоминания и важная вообще вещь. То есть дети с малых лет ездят на школьном автобусе из дома в школу, из школы домой. Кого-то родители отвозят, но большинство ездят на школьных автобусах. Forest Gum, помните, там тоже был школьный автобус. Давайте пройдемся по кругу. Посмотрим вообще, что интересного, что добавилось, что убавилось. Вот как автобус выглядел до этого. Не конкретно этот, но просто вот эта модель автобуса. Внутри были сидения, их, естественно, убрали, и потом началось строительство. Колеса, основные узлы, агрегат, двигатель, все осталось на том же месте. То есть купили его почти в идеальном состоянии, вложили всего 300 долларов. Там замена масла, еще что-то по мелочи. А двигатель? Древески. Движок Cummins 8,3 литра. Из каких-то серьезных нововведений, доработок, вот такая вот терраса. Добавили террасу. Вот эту штуку приварили, как есть. То есть она не поднимается наверх. Соответственно, дверь у нас задняя осталась. Можно сюда что-то прикрепить. Допустим, мотоцикл. Почему нет? Или велосипеды. Привычные для автодома интерфейсы, электричество, с земли. Приезжайте на кемпинг, подключайте, и, собственно, у вас не нужно тратить аккумуляторы, которые там, естественно, тоже есть, но зачем их лишний раз тратить. Подвод и вывод воды, чистая вода и слив серой воды. О, газовые баллоны. О, аккумуляторы. Две штуки, здоровенные. Бензин. Раз, два, две канистры, шланги и еще дополнительные шланги какие-то для воды. Это стандартная история. То есть электричество здесь, предохранители, находится вот тут. Кажется, все, маркизы нет, ничего больше такого нет. Самое-то интересное внутри. То есть это не просто автодом, это автодом от Умув Блау Рутс, который делает приятные домики. Заходим. Угу. У нас здесь два сидения. То есть сидение можно развернуть. Вот, пожалуйста. Соответственно, они вместе едут и смотрят вперед. Остекление роскошное, вид прекрасный. Капот очень такой пологий, короткий. Барковаться на нем, я думаю, ездить очень удобно. А куча разных, там дома строят, ревешки, извините за шум, строительство должно продолжаться. Шторочки вот здесь вот такие, чтобы опустить, там на стоянку приехали, опустили. На лобовое стекло тоже кладется специальный чехол, чтобы было в доме темно, если вдруг захочется. Давайте дальше посмотрим. Кухня. Смотрите, какой порядок. То есть они здесь живут, путешествуют, катаются. Плита. Газовая, полноценная плита с духовкой. Скажу сразу, открывать все подряд не будем. Ну, сами понимаете, к вашей бабушке, представляете, там кто-нибудь ребятушки завалится домой обзоры делать. Ну, бабушке может не понравиться. Раковины. Ножечки висят, ножницы. Вот такая вот обеденная зона. Максимально уютная, приятная. Шторки голубые. Все сочетается. Дерево белое, голубое. Я не шибко дизайнер, но даже мне нравится прям. Колоночка. Есть сеточка противомоскитная по контуру. Все окна можно открыть и как бы ночью на стоянке или там днем, чтобы был свежий воздух. Свет. Свет вот здесь вот. Вытяжка. Холодильник. Это продолжаем про кухню. Большой, большой, с морозилкой. Два шкафчика здесь. Здесь сантехника прям полноценная. Ну, как в доме, посмотрите. Никакого там вот этого вот. Какая раковина, а? Крутота. И дверь у нас сдвижная. Где-то есть замок. А, вот он. Шпинга. 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 Закрывается. И вот такая у нас зона отдыха. Книжки, телевизор. Есть спутниковое телевидение. Можно смотреть. Тут интернет есть. DVD-плеер. Даже есть, можно диск смотреть. Кондиционер. Вот здесь вот с подсветкой. Можно здесь, конечно, сделать большую двуспальную кровать, как есть во многих домах Мухбол Рутс. С матрасиком, с ортопедическим. Поставить дверь, чтобы плотно закрывалась. Но хозяева захотели так. Им вот так вот нравится. Как из этого сделать кровать? Есть вот такой вот, опять-таки, шпингалетик. Шпингалетики везде тут, везде практически. Все по фэншу. Выдвигается. Кладется сюда еще одна подушка. Сверху можно застелить тонкий матрасик, чтобы не было стыков. И у вас здоровенная, на самом деле, почти трехместная кровать. Повсюду розетки. Не только обычная, но и USB. 4G модем. Тут везде Wi-Fi. Вот вам американские пенсионеры. Короче, это мы все говорим о них и говорим. Давайте все-таки возьмем у них короткое интервью. Прям очень хочется сейчас, если согласятся, попросим их рассказать об их доме. Потому что там ребята, ух, ребят, пенсионеры. Прям, в общем, очень классные сейчас. Пойдем посмотрим. Итак, ребяшки, самая интересная часть этого обзора. Вот хозяева. Очень приятно встретиться. Приятно встретиться. Как мы делаем сейчас. Пожалуйста, поздравите себя. Это Тимми. Я Тимми. Это Баб. Баб. Я должен спросить эту вопрос. Какой возраст ты? Я 65. Хорошо. И я буду превратить 67 в следующем месяце. Итак, ты не работаешь сейчас, да? Нет, мы не работаем. Что ты делаешь сейчас? Сейчас мы пытаемся путешествовать как мы сможем, чтобы встретить людей, чтобы показать им наш замечательный дом. Что ты делаешь, когда ты купил этот бас? Я была леча за около 40 лет. 40 лет. Я работала в администрации и графическом дизайне много лет. И за последние несколько лет я работала в хоспитале как флоботомист. Как ты решила, чтобы купить это и построить свои собственные рвы? В основном, я, когда я знала о школе, я хотела построить дом. Поэтому мы начали исследовать, и я научила о школе. И это было что-то, что было удобно. Пожалуйста, расскажи нам о этой двери. Что ты делаешь обычно? И о деке. Что это для деке? В этой стороне есть 3,500-ватт-генератор. И у меня есть мотор-скоутер. Скоутер? Это мотор-скоутер. Какая-то о Vespa. Это очень похожая. Очень похожая. Это 150cc. Например, если я был здесь несколько дней, и Mike и его команда здесь будут делать какое-то работа на боссе. И мы хотели поехать на спец или пойти в город. Мы могли взять мотор-скоутер и поехали. Так, это наша стопка здесь. И вот здесь под наш дом. чтобы мы могли обеспечить наш домашний. Здесь и там тоже, да? Да. И мы можем оставить это открыто, если мы хотим лежать в доме, если мы хотим посмотреть на улицу и посмотреть на море, или на море, или где-то там. Как далеко вы думаете, что вы можете идти на этот босс? Мы планируем идти на Украину. В целом стране? Да. Вы не боитесь идти далеко от вашего дома? Нет. Нет. Только два из вас на этом боссе? Да. Кто двигает? Только вы или вы два? Она знает, как двигаться. Он любит двигаться. Вы можете двигаться на боссе? Я тоже, но он любит двигаться. Я люблю его. Это для меня расслабляет. Вы посетите рв-эвенты или что-то такое? Да. Мы пошли на маленькую собачку, и мы показывали. У нас много людей приходили на боссе, и мы получили хорошую поддержку. Все любили это. И потом, в следующем году, мы идем на социальные собачки для школ босса. Для школ босса? Да. Для школ босса только. Как много босса вы ожидаете, примерно? Да. У нас сейчас регистрация для проведения босса. Да. У нас 160 босса. 160 босса. 160 босса. 160 босса. 160 босса. Но мы полностью. Это маленькая. Это маленькая. Это маленькая? Да. Они уже закончили, или они будут закончить, «Скули-палуза» в Аризона. Я думаю, это сейчас. Я думаю, это закончено сейчас. О, окей. Да. Есть около 1000 босса. Когда вы посетите эти события, вы чувствуете себя комфортно? О, да. О, да. Что вы встретите здесь? Какие люди, молодые, или… Немного? Мы встретили. Мы встретили людей от 19 лет до 82. Из-за COVID, многие компании уже работали по-какалу. Так что, если у вас есть интернет-кonexion, у вас в доме все время, У нас есть дома на ночь, у нас есть кастрюля, у нас есть кастрюля, у нас есть кастрюля, это их офис, и есть люди, которые делают это. Спасибо за вашу время, мы рады поговорить с вами, и мы желаем вам счастья. Спасибо большое за вашу историю. Спасибо. К сожалению, мы не можем ездить в Россию. Может быть, в некоторое время. Только путешествует. Дом на колесах на базе школьного автобуса. Аккуратно, смотри, поместился. С удовольствием почитаем ваши комментарии. Привет из штата Флорида. Ждем ваш комментарий. Увидимся. Пока.